В интересное время мы с вами живем, рубль безумно укрепляется, и я решил вернуться к старому ремеслу и поторговать на срочном рынке, но не нефтью, а долларом, потому что сейчас доллар уже стал предсказуем, в принципе, на коротком промежутке. И на коротком промежутке на этом можно заработать деньги, и за месяц я сделал 20% к своему депозиту на счете, который мне удалось пополнить, потому что у меня, ну, в общем-то, восстановились доходы, я пополнил срочный рынок, на фондовом рынке у меня по-прежнему без изменений, давайте посмотрим, что я делаю сейчас на срочном рынке прямо вот сейчас. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, сейчас на рынке ситуация следующая, рубль укреплялся, 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 и кажется, ну, этому должен прийти когда-то, в общем-то сказать, закономерный конец, и я надеюсь, что это вот произойдет в ближайшее время, где-то в августе. Ну, а пока я решил попробовать вспомнить срочный рынок и начал торговать фьючерсами. Здесь все очень просто, то есть я выставлял, смотрите, заявочку, стоп-заявку прямо перед открытием биржи, стоп-заявочку на покупку и стоп-заявочку на продажу. Во время открытия биржи наблюдалось резкое колебание, значит, курс рубля к доллару или доллара к рублю, значит, сначала резко, так сказать, там, либо вниз, либо вверх. Соответственно, срабатывала стоп-заявка либо на продажу, либо на покупку, и потом, значит, курс достаточно быстро восстанавливался, и таким образом мне, как правило, в течение получаса удавалось заработать там 5-10 тысяч рублей. В общем, можно было считать, что день сделан, и, собственно говоря, так и было чаще всего. Вот. В чем трудности? Трудности в том, что во время открытия биржи очень-очень сильно, ну, как бы, очень-очень много заявок выставляется, очень трудно их выставить, поэтому я выставляю именно стоп-заявки до открытия биржи. И здесь очень важно выставить эти самые стоп-заявки правильно и грамотно, потому что потом скорректировать их довольно сложно, так сказать, там колебания идут быстро, а Квик не успевает отрабатывать. Вот. И поэтому, ну, я хотел добиться, да, я хотел добиться результата какого-то стабильного более-менее, поэтому, значит, пока результат был нестабильный, я не выходил в эфир, но сейчас более-менее стабильно, и сейчас я уже начал заниматься именно опционами. Ну, давайте сейчас к Квику перейдем. Смотрите, вот сейчас у меня ситуация вот такая. Вы видите, здесь стоят вот красненькие линии, это две стоп-заявки, здесь стоп-заявка на продажу, и здесь стоп-заявка на продажу. Это take profit, это stop limit. Стоит одна заявка, take profit и stop limit. Вот, take profit и stop limit на продажу, и вы видите, что она стоит, вот сейчас я, это 4-часовой график, давайте я включу 5-минутный интервал. Ну, посмотрите, вот сейчас она, ну, к закрытию торгов она более-менее стабилизировалась, вот, но вчера наблюдалось вот следующее, посмотрите. Вчера наблюдалась следующая ситуация. На открытии торгов, вот она, на открытии торгов рубль резко укрепляется, потом, значит, стабилизируется, потом опять укрепляется, а вот потом уже после 16 часов что-то произошло, и рубль вдруг стремительно стал возвращаться. То есть, есть подозрение, что он вот здесь вот упирается в какой-то, ну, как бы порог, ниже которого ему не дают, видите, да, то есть, ниже которого, то есть, здесь вот очень резко возрастает количество сделок, объем сделок, и ему не дают опуститься ниже доллару, то есть, рублю не дают укрепиться. Вот, и сейчас, сейчас, вот прямо в данный момент рубль находится как раз вот у этой границы. То есть, если он ее пробьет, то у меня будет продажа, но, скорее всего, он ее не пробьет. Почему продажа здесь? Да потому что у меня, посмотрите, опционная стратегия, вот она построена, построена, и у меня дельта 12,31, то есть, у меня куплено 12 фьючерсов на доллар, то есть, у меня куплено сейчас 12 тысяч долларов, грубо говоря. Но эта стратегия, она не навсегда, вот здесь уже стоят опционы на покупку, то есть, заявочки на покупку путов, то есть, здесь фиксация прибыли будет, я надеюсь, и именно поэтому вот так. Теперь дальше, что будет, если эта заявочка сработает? Смотрите, ну, то есть, с большой вероятностью он скакнет вниз, и тогда, ну, вот эти мои, эта моя позиция начнет приносить убытки, поэтому заявочка стоит так близко к текущему состоянию. Что будет, если эта заявочка сработает? С большой вероятностью она сработает. Я сейчас поставлю стоп-заявочку уже на покупку, после того, как она сработает. Смотрите, вот сейчас у меня стоит тейк профит и стоп-лимит на 10 фьючерсов, на 10 фьючерсов, то есть, на 10 тысяч долларов. У меня уже куплено 12 тысяч долларов, сейчас я их продам 10 тысяч долларов, если это моя позиция начнет генерировать убытки. Вот, и если вот эта вдруг сработает, она с большой вероятностью сработает вниз, а потом пойдет вверх, так вот, чтобы она после того, как пойдет вверх, закрылась, я сейчас ставлю еще одну заявочку уже на покупку. На покупку, значит, 10 фьючерсов. Если цена больше, чем 56, сейчас я достаточно плохо вижу, 56, ну, 900 пусть будет, ну, пусть будет 871. Ставлю отступ от минимума свой любимый 300. Ну, вот я боюсь, что 200 надо ставить. Давайте 200 поставлю. Вот, сейчас я прокомментирую немножечко здесь, ну, 100, это как бы вообще не играет роли. Так, стоп-лимит, если цена больше либо равно, да тут уже не важно на самом деле, потому что он все равно не сработает, 58 тысяч. Ну, пусть будет 59 тысяч. Вот, таким образом, вот я ставлю стоп-заявочку на покупку. Смотрите, то есть, если цена полетит вверх, то сработает стоп-лимит на покупку, но он не сработает. То есть, вот здесь полная гарантия, что вот эта вот штука не сработает. Почему она не сработает? Да потому что, потому что у меня уже куплено 12 тысяч, и мне не позволит просто брокер по ГО. Вот, но зато, зато у меня сработает, начнет работать тейк-профит на покупку. Если, смотрите, если у меня цена пойдет вниз, дернется, то у меня сработает стоп-лимит на продажу. То есть, я продаю 10 фьючерсов. После того, как я продал 10 фьючерсов, я их продал, то есть, это по стоп-лимиту, она, безусловно, и моментально сработает, мне их надо выкупить назад. И поэтому, значит, на покупку у меня будет стоять тейк-профит, где он у меня тут стоит. А, он у меня стоит на текущей позиции, сейчас я его сдвину, чтобы он был виден. Ну, вот так, например. Вот он, вот она, зелененькая линия, тейк-профит. То есть, смотрите, тейк-профит на покупку стоит выше, то есть, я сначала покупаю, а потом продаю. И, казалось бы, вот это вот должно сгенерировать мне убыток, но это не так, потому что у меня очень хитро поставлено, но вот это вот отступ от минимума и... Что там еще? Отступ от минимума и защитный спред. Вот, поэтому, значит, вот несмотря на то, что тейк-профит стоит здесь, то есть на покупку заявка, но это тейк-профит. И он сработает где-то там далеко внизу, когда цена начнет отскакивать вверх. А стоп-лимит на продажу срабатывает моментально, это мы знаем. И тогда, значит, смотрите, что происходит. Если на момент открытия биржи рубль резко укрепляется, то есть доллар резко падает, у меня срабатывает вот это, и срабатывает вот это, но она ставится на расчет. И, значит, срабатывает сначала автоматически продажа, 10 фьючерсов, а потом, через какое-то время, когда пойдет вверх, у меня сработает автоматически покупка. И здесь все должно произойти без моего вмешательства. Если кто-то что-то не понял, то, значит, это будет понятно тем, кто прошел курс биржи для чайников, потому что там я подробнейшим образом рассказываю о том, как поставить тейк-профит и стоп-лимит, что это такое, значит, как не ошибиться, чем отличается тейк-профит и стоп-лимит от просто тейк-профит и от просто стоп-лимита. И вообще все-все-все-все-все-все-все будет понятно тем, кто прошел курс биржи для чайников, который сейчас становится наиболее актуальным. Для того, чтобы получить курс биржи для чайников, вы сейчас видите, вон там он за счетчик, и вы можете перейти и пройти все это. Ну, а сейчас я просто жду открытия биржи и постараюсь показать вам, что будет в момент открытия биржи и как все это сработает, вся моя задумочка. Ну, а сейчас я прервусь до открытия биржи. Тут осталось немножечко, сейчас 9 часов 35 минут, биржа открывается в 10 часов. Посмотрим, что произойдет в момент открытия и как все будет. То есть, смотрите, если доллар попрет вверх, то у меня начнет генерироваться прибыль, у меня куплено 12 фьючерсов. Если доллар скакнет вниз, то у меня сработает вот это, и, значит, вот эта позиция у меня начнет генерировать убытки, но эти убытки тут же, в общем сказать, нивелируются вот этим вот, ну, грубо говоря, хеджем. И этот хедж, он принесет мне какую-то прибыль, а потом все восстановится, судя по всему. Ну, посмотрим, что будет в дальнейшем. Сейчас я прерываюсь и до открытия биржи. А что произойдет после открытия биржи, вы увидите прямо сейчас. Итак, друзья, сейчас откроется биржа. Вот, проходит какое-то время. Сейчас 9 часов 58 минут в данный момент. Смотрите, что я сделаю сейчас. Сейчас я переключаю график на 1 минуту, потому что все очень быстро происходит. Так, значит, сейчас посмотрим. Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Вот, смотрите, вот у меня take profit. Она уже будет у меня take profit на покупку. То есть, если цена пойдет вверх, то вот это вот начнет работать, но не сработает сразу. Вот это срабатывает моментально. Я повторяю, сейчас можно... Да, давайте ее просто... Вот сюда поставим поближе. И та, и другая заявка, и take profit, и stop limit начнут срабатывать одновременно. Одновременно. Но это take profit на покупку будет в режиме расчета. А stop limit на продажу срабатывает моментально. То есть, он сразу продастся, и когда цена вернется, то, соответственно... Так, 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 так. Все, значит, 30 секунд осталось. Давайте я куплю, поменяю немножечко на... Давайте мы поменяем вот здесь. А, 200 у меня стоит уже. Ну и нормально. 200 – это правильно. Вот, ничего я не... Ой, 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 ой. Так, восстановить у меня не получится, не получится. Так, значит... Блин, что я сделал, зачем я сделал так? Покупка take profit, там, если цена... Девятьсот семьдесят один здесь поставлю. Двести. Блин, а, она не сработала. Вот уже биржа включилась. Видите, что как только биржа включилась, я уже ничего не могу сделать. Вот, но у меня вниз пошла. Так, 200. Вот она сработала, продажа. Здесь ставлю 100. Что творится, я не вижу на экране. Все тормозит. Доллар падает. Сейчас станет заявка на расчет. Вот она рассчитывается. Сейчас это исполнено. У меня в моменте минус шесть тысяч, то есть две тысячи я потерял, но сейчас вот эта вот моя штука начинает генерировать небольшую прибыль. Сейчас я буду смотреть. Так, двенадцать минус десять у меня, плюс два сейчас фьючерса. Так, рассчитывается. Рассчитывается, сейчас будет закрываться она когда-то. Смотрите, сейчас у меня так, минимальное значение 452, то есть на шестистах она сработает, покупка. То есть я зафиксирую прибыль вот от этой сделки, по крайней мере. Вот смотрите, сейчас вот я пытаюсь выставить заявку, она не выставляется вообще. То есть очень активно идут торги в начале открытия. И вот вы видите, как сработала у меня вот эта вот позиция. Смотрите, у меня продано сейчас, ну, десять фьючерсов по пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два. Вот она. Сейчас текущая цена пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят. Вот сейчас закроется эта сделка. Где-то вот здесь. По сто рублей на каждом фьючерсе я заработаю. Десять умножаем на сто, это тысяча рублей. То есть, в принципе, это кажется, что здесь такой вот большой разброс. На самом деле он не такой уж и большой. Вот. Ну, посмотрим. Ну, тысяча рублей тоже неплохо. Итак, смотрите, десять фьючерсов, это значит десять тысяч рублей. Десять тысяч, вернее, десять тысяч долларов продано по пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два. Ну, и на сто рублей дороже, на сто рублей дешевле это будет куплено. То есть, соответственно, на стоили на сто пятьдесят. Сейчас посмотрим, какая прибыль будет от этого. Сейчас эта сделка будет закрыта. Вот, наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Вот она сейчас рассчитывается, вы видите, да, она рассчитывается. Ой, тут один только. Все, закрываю. Не десять, я забыл поставить десяточку. Видите так? И ничего не могу сделать. Ну, пока ничего страшного не происходит, идет вниз. То есть, у меня вот эта вот заявка генерирует прибыль, поэтому закрывать я не буду. Так, стоп, take profit сработал уже. Все, вот она закрыта, заявочка. У меня сейчас здесь появится плюс три и пошел вверх. Давайте посмотрим четырехчасовой график, почему я считаю, что пойдет на отскок. Ну, вот смотрите, вот здесь вот некая задержка была. Вот здесь вот тоже недалеко от этого, видите, да? И вот здесь, то есть на уровне пятьдесят семь у нас четко стоит, ну, как бы, уровень сопротивления или поддержки. Уровень поддержки. И, соответственно, я думаю, что будет отскок, я ожидаю отскок до шестидесяти тысяч, до шестидесяти рублей за доллар. Ну, до шестидесяти тысяч за фьючерс. Поэтому, поэтому у меня вот такая стратегия сейчас построена. Ну, а еще раз повторяю о том, чтобы понять, что я делаю. Конечно же, это все понятно тем, кто прошел курс биржи для чайников, кто еще не прошел. То, в общем-то, ребята, надо этим заниматься. Вы видите, что вот у меня было сто тысяч, сейчас сто двадцать четыре тысячи минус шесть тысяч шестьсот. Ну, сейчас эта сумма изменится. Что будет дальше, я расскажу. Напишите, интересно вам это или нет, вообще говоря, процесс. Вот, он захватывает на самом деле, только стоит этим заняться. Но этим надо заниматься, конечно, вы видите. Но это очень интересно и достаточно прибыльно. Двадцать процентов за месяц вряд ли вы где сделаете. На сегодня все. Лайк, подписка, пишите комментарии, нравится вам такое или нет. И до встречи. С вами был Замитков Юрий. Продолжение следует...